Сделать город комфортнее. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» началось онлайн-голосование по отбору объектов по благоустройству. Решить, какой объект улучшить, могут и жители городского округа. Какие территории вынесены на голосование и как отдать свой голос в следующем сюжете. Коренёвский карьер, сквер Победы в Краскове, улица Молодёжная, пруд в Томилине и ещё 8 общественных территорий городского округа выставлены на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». С 26 апреля стать участником процесса благоустройства своего города и проголосовать за любой понравившийся объект могут жители, достигшие 14 лет. Я вот остановился на 10-м. Эта территория остыла на въезде в город. Ну, я лично считаю, что Люберцы должны всегда узнаваться. И когда туристы будут приезжать, у них всегда будет в голове откладываться это место. Самый, на мой взгляд, подходящий объект – это, который находится в Люберцах, на улице Побратимов, Ангел мира, территория памятника. Считаю, что нужно благоустроить его для комфортного пребывания, времяпровождения. Оставить свой голос за территорию по благоустройству можно на сайте проекта «за.городсреда.ру». Для этого нужно выбрать муниципалитет, ознакомиться со списком объектов, выбрать один и нажать кнопку «Голосовать». Также волонтёры проекта подскажут, как проголосовать за выбранную территорию с телефона. Можно перейти по ссылке или по QR-коду. Проходится на сайт, выбираете Люберцы и выбираете территорию, которую, считаете, нужно улучшить. Территория, набравшая наибольшее число голосов, попадёт в список благоустройства на 2022 год. Завершится голосование 30 мая. Итоги будут опубликованы на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды». Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.